итак сегодня 2 июня он уже набирает цвет люпин а некоторые уже даже раскрылись вот а мы в ягодном увидев что там растут опята вы сейчас идем за пятами уже у нас в наших лесах булумских посмотрим есть ли они тут или нету все идем так ну что вот первые опятушки ребятушки точно волна такая значит накрыла весь район но они какие-то уже старосухенькие такие ну что берем с давай режьте уже за это покоричневели то а вот мы когда рвали это когда неделю назад не неделю назад здесь же со славиком да вот они были вообще такие вот идеальные ну так неделя до царика как она там я ножнички взял взял да вот смотри вот здесь есть пуговки но они тоже сухие казалось бы даже сморщился он даже были вот так вот ну и мало видимо сейчас пройдемся по тем дождевичок дождевичок да даже пылит даже прошлогодний смотри внимательный да сейчас по главным пенькам пройдемся посмотрим взял топорик и бы мало ли может чагу встретим все дорога нас туда зовет так ну вот весна еще дает и и вот такие загадки это что вот сейчас будем посмотреть ух какая штука какая моща 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 серые пластинки коричневатый коричневатый серый коричневатый серый шляпка запах запах что-то такой какой-то сырости неприятный запах сырости такой вот подвала подвала вот думала болото нет не болото подвала вот это помоложе да а этот старее потому что это лома ну смотри слизни ели да это слизни всеядные все что угодно съедят ну ладно ну это разберемся ну вот пожалуйста по весне и вот такой вот пойдем дальше ну что вот еще одна семейка не сказать что они большие да ну здесь более свеженькие видать после дождя ой думаешь более свежие ух ух наклонилась поставила неаккуратно ух надеюсь может там чуть посырее было поэтому они такие выросли да 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 ух ну тоже смотри уже цвет пластинок а были светленькие беленькие такие дай-ка я их застряню ух ух ну как раз характерно да ну что там ну смотри-ка съели 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 вот так вот ну видишь они здесь живут поэтому нам с ними тягаться тяжело пока мы пришли а они уже сожгли а они тут были а они тут были да они даже нашли да ну и хорошо то есть вот неделю назад начался рост и эту неделю все оно росло а температура то была высокой довольно таки ну и дождей практически не было оно им хватило той влаги которая угу что-то тут привлекло внимание и что же что же это ну вот смотри о-хо-хо-хо-ой ну вообще ну какие и тоже засохшие смотри и все засохли ага все сморщенные даже не хватило сил угу влаги не хватило угу не хватило сил ой даже на очень прям прям весь весь высох высох все сухо угу так вот да отдай да вот то есть рвануло и высохло и высохло и высохло ну ладно ничего страшного я думаю тогда ну это плодоносится волнами так что сейчас это первая волна потом порадовать хватит потом будет и смотрим чагу тоже так о смотри вот кто вот это это чернику смотри по кругу вытоптал о как интересно да ага видно что жрали просто со страшной силой побеги зеленые ага да смотри да теперь и я вижу ого вот вот кто это что это надо сказать кто то голодный кто то голодный да вот 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 они вот они тоже сухие да 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 так вот ну и переросшие сухие и червивые вот 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 что за травка то не знаю вот Валера то говорил вот мама их посылала вот вот за этой травкой да 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 вот за этой травкой чтобы вот от ушибов там и так далее не я то думал марьянник а нет а ты смотрел марьянник как выглядит да ну марьянник как видишь там немножко это чуть покрупнее а здесь узкие узкие листики ты посмотри все червяные ну да жарко было это вот жирафа сделала свое дело ну ну думаю да где ну трюхлянг ну ясно вот 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 опоздали опоздали ну ничего сейчас еще пройдемся здесь посмотрим по пенькам то ну раз опоздали так мы расстраиваться не будем нам грибов хватит а то вот смотрите птицы делают слышу они-то радуются тепло сухо черника то смотри уже отцвела о ягодки уже с ягодками и они есть в прошлом то году черники практически не было ага зеленцы зеленцы и немало да нормально ну очень хорошо значит пособираем то что я говорю вот в прошлом году так мы вообще непонятно как зверье то выжило ягод никаких не было не бросить даже клюквы не было да местами немного вот замечательно так что ягодки висят ну и хорошо а замороз как не было она и процвела спокойно да да ну тут вот можно собирать тогда Валера с Катей сюда приехали так ой ой я столько и не видел да а у них там что нету а вот очень тяжело искать там как то так далеко идти там заросло все вот и это ну я оставил сам побежал возвращаюсь а у них уже полное ведро на родостях я говорю боже как вы так ой ягоды собирать одно удовольствие я говорю оба на ага для меня это мука ну конечно я соберу но но сказать что это удовольствие нет нет это обязанность ее надо исполнить это понятно о тоже смотри как этот ой какой хорошенький вон какой прирост дал дал приростик маленький ну хорошо да наши заветные пенечки дали ягодки ой ягодки грибочки но все сухо вон все высушено смотри ой бедная просто на корню и высохли и съели ну и все тогда идем к машине не будем вот но за ягодой придем а здесь главное недалеко так приехали да вот 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 сейчас вон туда можно чуть-чуть правее взять там ландыш сейчас должен быть уже уже должны расцвести так вот а вот смотри ты мне показывал вот то а вот это нет а вот другие да розеточка листьев и цветочка да и лист видишь какой не остренькие, а вот. А цветочек-то хорош. Прямо полянка такой. Яркие, беленькие. Это надо изучать отдельно. Здесь у нас чага была. Помнишь, мы что-то там высоко были? Высоко. Ну, надо туда не забраться. Очень высоко, к сожалению. Ну, выходим так давно полято и всё. Народ-то только, видать, на эти выходные ездил. Видишь, притоптанная трава-то. Даже не привяло. Ага. Ну, видишь, посадили, наверное, уже. Ну, думаю, да. Посеяли. Посеяли. Овсы-медвежьи. Ну, что могу сказать? За грибами нужно ездить вовремя. Но как это время определить? Очень тяжело. Видишь, вот неделя всего прошла. Ого, какое небо. Какое классное. Красота какая. Сосеньки молодые. Вот этот переход с тени на свет. Классно. Вот когда такие границы. Да. Ох. Какое небо голубое. Мы не сторонники разбоя. Ага. Ну, вот. Видишь, охот-хозяйство работает. Вон, машинка стоит. Всё. Да, да, да. Ооо. Сама нежность. Да, подросли точно. Да, подросли точно. Ага. Да, да, да. А это ты иван-чай берёшь, да? А я вот хочу попробовать. Еще до цветения. То есть не ждать цветения, а вот. Даже бутонов не ждать. Вот мне кажется, что самая сила вот до цветения. Потом он всё в цвет отдаёт. Я попробую. Ну да, чего-то. Его много. Как раз. И как раз можно попробовать вот тот, который до бутонов. Тот, который классический как бы. Да, да, да. И с этим сравнивать. Потому что во всех рецептурах, даже старых, собирают его в момент окрашенных и неокрашенных бутонов. Считается, что тогда он лучший. Ааа. Ну ясно. Комариное царство, однако. Комариное царство, однако. Сосна цветёт. Вовсю. Какие. Мощные. Возле дома-то стоит эта вода дождевая. Вся жёлтая. От этой. От пыльцы. Ооо. Смотри. А это цветочек, да? Или что это? Не на всех даже есть нога. Ну, понятное дело. Угу. 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 Субтитры создавал DimaTorzok